Всем привет! Это третий урок по шрифтам и выводу текста на экран в LAW2D. Сегодня я расскажу про функции вывода текста на экран LAW Graphics Print и LAW Graphics Print F. Я расскажу сначала про вывод цветного текста, а потом про форматирование текста при выводе на экран. Эти обе функции, Print и Print F, поддерживают UTF 8. Когда мы русские буквы печатаем, то вам нужно обязательно загрузить шрифт с русскими буквами. Вот у меня есть заготовочка, как всегда. Я вам уже демонстрирую вывод цветного текста. Давайте посмотрим, что у меня здесь в моей программе. Это какие-то координаты, скорость движения текста, я потом буду его двигать по экрану. Координаты вывода на экран, задаю здесь цвета. Вы видите, что сейчас я объясняю эти функции для LAW 2D версии 10. Если вы хотите писать все то же самое для версии 11, то просто нужно заменить определение цветов на примерно такие. Что в скобочках вместо того, что у меня сейчас написано, у вас должны быть значения от 0 до 1. В данном случае будет 3 единицы. 1, 1, 1. Про это, наверное, сделаю отдельный урок. Тем более скоро выходит версия 11.3. В LAW 2D там встроили функции для преобразования шрифтов из такого формата в формат от 0 до 1. Итак, задаем белый шрифт. Я задаю таблички. Вы знаете, наверное, при смешении RGB получается красного, зеленого и синего. Получается белый цвет. Здесь я задал какой-то красный цвет. Немножко поярче сделал. Здесь у красного цвета я задал прозрачность 200. Это означает, что цвет будет немножко просвечивать. Ну, как фон будет виден под ним. Задал обычный зеленый цвет. Ну, тоже немножко синего оттенка. Видите, двадцаточку добавил. Неважно. Задал черный цвет. Не прозрачный, так как здесь 255. Так, и задал какой-то оттенок синего цвета. Мы этим цветом будем закрашивать экран. В прошлых уроках я им и закрашивал. Так. Три фрагмента текста, каждый из которых мы будем закрашивать определенным цветом. Как цветной текст задается для этих функций print и printf в lav2d? Мы должны создать любую табличку. Создаем табличку, например, color text переменную. И в табличке должно идти в таком порядке. Цвет, текст, цвет, текст. Ну, я специально задал их переменных, чтобы легко было использовать один и тот же, например, цвет несколько раз. Например, если я хочу еще раз что-то в конце приписать, еще раз какой-то текст. Например, текст второй, но зеленым цветом. Вот я делаю примерно так. Давайте уберем это. Вы поняли. Можно определение цвета вставлять прямо сюда. Например, вот так. Тоже самое и текст можно сюда вставлять. Ладно. С переменными вы и без меня разбираетесь. Так. Дальше. Я загружаю шрифт, потому что я русские буквы использую. Поэтому я из прошлых уроков загружаю этот внешний шрифт. И устанавливаю его один единственный раз в функции LaFloat. Значит, мы задали шрифт текущий. Теперь, если мы будем использовать функции print или printf, будет использоваться этот шрифт. И нет никакой необходимости дальше где-то в апдейт или в draw задавать текущий шрифт. Понятно. При загрузке мы его задали и все. Печатаем им. Если у вас в приложении всего один шрифт, делайте, как я вам тут подсказал. Так будет быстрее работать. Так. Ну, что у нас теперь при выводе на экран? Вывод на экран. Clear. Очищаем синим цветом фон. Так. А, ну, на эту штуку мы не смотрим пока. Вот вывод текста. Всего две строчки. Дело в том, что при выводе текста, и не только выводе текста, а в выводе спрайтов, если вы посмотрите мои уроки про спрайты, обязательно нужно перед выводом спрайта или текста задать цвет. SetColor и выбрать белый цвет. В том случае, если вы хотите, чтобы ваш спрайт или ваш текст вывелся без искажений. Вот как вы его запланировали, каким цветом, таким. И будет он выведен. Но, это имеет значение для цветного текста. Если бы мы выводили не Colored текст, а если бы мы выводили обычный текст. Например, смотрите. Вот. Давайте я в кавычке этот Colored текст заключу. И у нас он уже станет обычным текстом. Ну, понятно, да? Функция определяет цветной текст или не цветной по типу, переданного значения в функцию. Если мы передаем табличку, которую мы здесь задали, видите, с цветами и с текстом, то значит цветной текст. Ну, Lab2D. Крупная библиотека. Она нам строить и жить помогает. Так. На чем я остановился? Colored текст. Ага. Смотрите. А если я выведу этот же самый текст, ну, немножко, чуть-чуть ниже. Давайте посмотрим. Но перед этим, перед этим я задал вот такой вот цвет. Задаю белый цвет. Помните, RGB. А здесь у нас четвертым значением идет альфа. Прозрачность. И я задал прозрачность, ну, как бы сказать, что очень прозрачный. Давайте чуть менее прозрачный зададим. Так. Видите, уже цвета остались те же самые, которые я делал. Но чуть более прозрачный. Если сейчас я это сделаю, это значение прозрачность, сделаю 255 или вообще уберу, то будет идентично. Первый и второй вывод. В общем, вы поняли, что вы можете менять, немножко задавать, подмешивать точнее. Подмешивать. Текущий цвет подмешивается к тем цветам, которыми вы выводите. Ну, можно, например, вот как сделать, показать, что за подмешивание. Например, я зеленый обнулил цвет. Что же у нас будет? Понятно, что вместо зеленого у нас будет выводиться черный. Так. Ну, давайте сделаем, пусть будет у нас полупрозрачный и пойдем дальше. Так. Ага, полупрозрачность. У меня в примере выводятся такие плавающие полосы. Для того, чтобы вы могли посмотреть, как просвечивают цвета. Если мы эти цвета задали полупрозрачными. Смотрите, зеленый цвет и черный цвет у меня не имеют никакого элемента прозрачности. Смотрите, зеленый, да, всего три задана. И черный. Ну, черный, по крайней мере, у меня задан непрозрачным. А где он у меня тут? Вот в красном. В красном 200 прозрачный. Давайте красный сделаем более прозрачным. Посмотрите, как под красным, видите, просвечивают наши буквы. Вот для этого я вам эти линии плавающие и сделал. Что вы можете менять. Давайте, например, зеленому сделаем такую же. Полупрозрачность и посмотрим. Ну, отлично. Так. Возвращаем назад. Так, что у нас дальше идет по плану? По плану идет вывод форматированного текста. Так, давайте посмотрим. Буду форматировать тот же самый текст. Показывать, как он меняется на экране просто. Я его вывожу ниже. Использую я уже функцию не print, а printf. Чем он отличается от вывода обычного текста или цветного текста? Дело в том, что у нее появляются дополнительные параметры. Лимит по иксу, это значит ширина текста, которую можно выводить. Если ширина превышена, то следующий текст, следующее слово в вашем тексте или буква, через пробел переносится на следующую строку. И вот такой вот параметр, как выравнивать текст. Влево или вправо. Так, ну, в этой переменной x-limit у меня задано значение равной ширине экрана. Кстати, напоминаю, как я смотрю, как можно получить ширину экрана. Вот есть функция, она показывает, возвращает точнее вам всегда ширину экрана. А вот эта вот функция возвращает высоту экрана текущую. Так, ну ладно, x-limit, видите, 800. По умолчанию картинка 800 на 600, окошко открывается, так что ничего не происходит. Давайте будем уменьшать этот лимит. Так, у меня где-то в заготовочке, вот, уменьшение этого лимита. Я его буду уменьшать. Уменьшать до 200. И вот эта черная полоса показывает текущее значение лимита. Видите, когда доходит до какой-то буквы, которая должна быть перевесена. И вот у нас текст форматируется. Ну и тут видно, наверное, как работает вот этот параметр left. Это выравнивание влево. Внутри этого прямоугольничка, который задан x-limit шириной, выравнивается текст влево. Давайте теперь вправо. Попробуем right. Ох, как интересно. А, ну все правильно. Прямоугольник-то у нас сужается. И когда текст перестает умещаться, в прямоугольничке, строчка переносится. Так, отлично. Ну и давайте центр посмотрим. Центр. Ну, отличные функции. По-моему, избавляют вас от лишних вычислений. Все делают за вас. И цвет также можно раскрашивать. Так, ну давайте посмотрим, что еще у меня осталось. Это я тут баловался с цветом. Помните, у меня переменная red. Я задал здесь красный цвет. А что, если я буду один из этих RGB компонентов, буду сейчас в цикле менять? Будет это влиять как-то на красный цвет? Ну, вы видите, что можно менять цвет, если у вас этот цвет занесен в переменной цвет. Вот, red, да? Я меняю вот это вот значение. По-моему, я его до нуля уменьшаю. Если достигает нуля, то ставлю опять 255. Ну, что-то такое. Так. Ну и давайте, а если мы будем у какого-нибудь цвета менять прозрачность? Вот у нас, например, черный цвет, у него прозрачности нет. Что значение 255. Так, ну и у меня где-то заготовочка, да. Вот я эту прозрачность меняю. И смотрим, как у нас возникает шрифт. Кстати, вот очень интересно. Шрифт такой выбран, видите, с загогулинками. И вот здесь более темное место. Это потому, что сначала печатается первая буква, потом вторая. А черный на черном делают более темный цвет. Ну, вы, наверное, знаете-ка, если вы рисовали фломастером, если вы проводите два раза по одной и той же лени, то она получает синее. Ну, ладно, надеюсь, этот урок не просто урок по функциям, а он вам вот с помощью этой демонстрации даст какие-то идеи, как можно сделать вашу игру или проект более симпатичный. Так, ну у меня осталось на четвертый урок, наверное, вот тексты. Тоже встроенными средствами LAV2D. Вот, там вроде бы не сложно. На этом уроке мы закроем после четвертого. И будет, наверное, про юзер интерфейс. Будем разбирать библиотечки. Ну, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои проекты.